Алло, Сузамон! Приветствую всех! Сегодня я покажу небольшой сюжет, снятый еще до нашей Пасхи, нашу Евангелическую Церковь города Равенсбурга. В 1344 году в Равенсбург приходит Орден Кармелитов и возникает монастырь. В 1349 году, то есть пять лет спустя, происходит уже освящение Церкви. Примерно две сотни лет в этой Церкви были и католические, и протестантские службы. И только с 1544 года эта Церковь становится чисто протестантской, или другими словами, евангелической. Внутри вы увидите фрески, которые относятся к так называемой летнам. Они разделяли церковных служителей от неученых мужей, а также монахов по католическому и протестантскому направлениям. Здесь въезд в подземный гараж, который недавно открыли, он когда-то горел. И я фотографирую и показываю вам Евангелическую Церковь. То есть, в принципе, это Церковь протестантов. На ней никогда нет никакого золотого убранства. Она очень проста, и внутри у нее серые стены. Но она вызывает больше уважение, чем католическая Церковь у меня. Мои свекры, они относятся к Евангелической Церкви. Я сейчас попробую туда зайти, возможно, что-то снять. Вот здесь есть информация. Вот я сошла от пахового входа. Здесь очень темно в данный момент. Мы всегда ходим на Рождество. Это очень простой портал. Без всякого золота, украшений. Очень простые витражи. Но самым величественным местом является Арган. Арган был построен семьей Байкли из Эшердинген. Он состоит из 1144 труб. И был установлен в 1976 году. Здорово, правда? О, этим я восхищаюсь. Это обалденно. В этой церкви также сохранились и старые витражи в одном месте. Такие виды, когда видно сверху что-то. Это живая церковь. Здесь проходит очень много мероприятий. И, как видите, сюда можно просто так зайти. Никого не спрашивать. Здесь всегда открыто. Здесь всегда открыто. Еще один последний взгляд на Арган. И мы покидаем это место. А за городом... Вот здесь начинается всеобщее цветение. И чтобы цветы не были как-то поражены градом или дождем, их накрывают вот такими вот планами. все поле, все плантации. Везде своего рода тюль. Вот так берегут каждое яблоко, каждую вишенку, каждую сливку. Вот здесь видно, что уже деревья зацвели. Наверное, был такой пятачок земли, где было немножко теплее. Есть такая марка, называется Bodensee Obst. Вот это эти фрукты. Они бегают, эта семейка, вокруг холма. Вот такое вот семейное занятие во время пандемии. Мы, конечно, папа, мама, сынуля. Круги наворачивают. Даже овцы и бараны знают, как себя вести в это время. Вот, подождал семью, помекал. Покрутятся сейчас там за холмом. Выбегут в другую сторону. Чем сложно, что ли? Все, спрятались. Солнце играет лучами в ветках. Такое замечательное цветение вокруг. На нашей площадке для гоев уже цветут фруктовые деревья. Хочу пожелать всем замечательного настроения, улыбок, хорошей рабочей недели. У кого есть желание, заглядывайте к нам на наш виртуальный завтрак для общения в комментариях. Ну, а мне с понедельника опять на работу. Спасибо, что были со мной. До следующего раза. Ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok